Ветер Времени Ну что ж, мы находимся по-прежнему еще в Рыжем Лесу. Почему? Потому что у товарища лесника, танцующего лесника, оказывается, еще есть один квестик. Здорово, живая душа. Давайте с ним поговорим. Расскажи что-нибудь интересное, лесник. Я тебе вот что скажу. Ты явно уже замечал, что в зоне много электричества. Вот даже в той затопленной канализации под Рыжей рекой электрические фонари продолжают исправно работать. Поговаривают даже автомобили, брошенные способные ездить, несмотря на то, что в бензобаке давно сухо. Это объясняет тем, что ядерная реакция в реакторе станции по непонятной причине продолжается до сих пор. И гигантское количество энергии, ранее расползающейся через провода ЛЭП, теперь остается в зоне. Энергия щедро сварена в этом безумном мире. И мутировавшие твари – аккумуляторы этой болезненной, очень странной энергии. Лесник, я думаю, мы уже достаточно знакомы. Ты помог мне выйти на ученых, может быть и я могу тебе чем-нибудь помочь? Ну, даже не знаю, сынок. Есть у меня особо щепетильная проблема личного характера. Ну, говори, слушаю. У меня в голове опухоль размером с каштан. С каждым днем мне становится все хуже и хуже. Я это чувствую. Лечить это обычными лекарствами уже слишком поздно. Видать, это из-за пси-излучения или еще каких-нибудь пагубных воздействий. Ну, и какая тебе нужна от меня помощь? Один мой свояк говорил, что его знакомые мужики чудо-артефакт нашли. Все исцеляет, без исключения. Говорят, он даже способен конечности заново отращивать. Хотя я лично в это не верю. Одного сильно потрепанного за считанные секунды удалось на ноги поставить. Чудо, одним словом. Ну и что ж ты хочешь, чтобы я для тебя достал этот артефакт? К сожалению, не все так просто. А слухи про артефакт полились молниеносно. Однажды бандиты мужиков подкараулили с артефактом, да и положили парней. Земля им пухом. Артефакт забрали. И только зона знает куда. Может быть за границу продали, а может быть себе оставили. Кто знает. А как мне это узнать? В баре сто рентген слухи со всех мест зоны. Вот туда и направляйся. Ну хорошо, лесник. Я помогу чем смогу. Благодарю тебя заранее, сынок. Мы получили моё новое задание. Доброго пути, сынок. От товарища лесника. Почитаем. Лесник поведал о своей болезни. И желает заполучить артефакт, который сможет избавить его от смертельного заболевания. Возможно, стоит проспрашивать у сталкеров про него. Вот давайте, давайте это и сделаем. Доброй дороги пожелал нам, пожелал нам лесник. Да что ж такое-то, а? Не выйти нормально. И направляемся мы прямо в бар. Направляемся мы прямо в бар. И продолжим в начале. Здесь замечательные локации. Вот именно, видимо, тут. Прямо в этом районе. Так, и вот мы уже находимся на этом заводе Росток. Перешли. Вот это какой-то замечательно изменённый... Ну, точнее, это как бы не бар, это именно завод. Именно завод Росток. Так, почитаем. Я пришёл на завод Росток. Стоит теперь в окрестностях разыскать профессора Каланчу. И узнать всё о выбросах у него. Ну, давайте поищем. Поищем этого человека. Заодно, может быть, ещё и артефакты. В этом месте. Пойдём прямо через такой лесок. Небольшой. Но, похоже, тут ничего нету, да. Никаких артефактов. Ух ты. Тут, по-моему, нема. Тут, по-моему, нема. Выходим. Уходим отсюда. Пойдём обычным путём. Обычным путём по дорожке. Идём именно прямо до этого бара 100 рентген. Где же он тут находится? Давайте проверим. Так, платформа. Железнодорожная. База долгая. Стройка. Вход в бар. Вот он, понятно. Площадка всякая и заброшенный корпус. Так, чуточку покушаем. Ням-ням. Проголадались немножко. Ну, побежали. Похоже, тут никого нету. Есть каких-нибудь мутантов или ещё кого-то. Всё нормуль. Вот именно вот сюда вот надо. Аккуратненько ворезём. По этому изменённому бару. Вот кто-то тут уже есть где-то. А, во. Какие-то люди. Так, ну тут были такие прогружания. И вот мы и добрались до базы долга практически. До базы долга. Ну-ка поговорим с людьми. И подскажи-ка мне. А где могут найти учёных? Вот. С барменом поговори. Он тут всё знает. Всё понятно. А давай обвиняемся. Так, мизончики. Ну, особо это ни к чему. Это пока не надо. Ну-ка, работа есть? Работа. А ты поговори с людьми в баре. Туда часто ходят опосошённые личности со своими проблемами. Если хочешь помочь ближнему, то тебе там только рады. Понятненько. Ну, тут знали мы уже про Каланчу. Кое-чего. Опять-таки поговорим в баре с барменом. Наводка на учёных. Да, с барменом. Вот в этом месте он. Какой-то долговец. Ну, как-то такой. Сержант Подячев. Так, ну, видимо, тоже вряд ли что-то такое будет. Особенное оружие Волкер. Похоже, пистоль или ещё что-то. Так что тут даже могут меняться. Точнее, обмениваться люди. А вот в этом месте, вот именно в этом грузовичке, мы можем найти ещё одни инструменты. Давай, запрыгивай. Ну, давай, что-то уже. Вот. Нашли. Для грубой работы. Отлично. Пригодится. Я думаю. Ух ты, перегрузик. Ну, ладно. Я думаю, допредём. Допредём мы с этим перегрузом до бара. Ещё какой-то командир. Где-то здесь. Так. Сержант Тодорчук. Ну, тоже особо ничего. Тоже особо ничего. Талкер, ты ушёл на территорию под контрольную долгу. Любая попытка нападения на наших людей будет караться смертью. Понятно. Будем знать. Не провоцируй людей на территории. И останешься жить. Иду. Вот. Здорово. Сержант Козлов. Ну, тоже особо ничего. Работа. Ух ты. Прям так валяются артефакты. И никто не берёт. Интересно. Нашли вспышечку мою. Похоже, там впереди ещё что-то есть. Под землёй. Практически. А, нет, на земле вот. Бенгальский огонь. Нашли. Отлично. Куча народу здесь. В баре. Довольно-таки сильное нагружание. Но мы всё-таки давайте прямо к бармену, видимо. Прямо к бармену. А потом уже ко всем остальным. Так. Ну что же. Бар просто какой-то гигантский. Гигантский прям бар. И я еле нашёл этого бармена. Находится он вот здесь вот. То есть путь к нему именно лежит вот отсюда. Вот именно отсюда мы к нему идём. К этому замечательному бармену. Давайте заодно проверим, как же он выглядит. Выглядит в этом моде бармен. Сейчас выясним. Так, так. Ещё ниже. Ещё ниже нужно спускаться. С ума сойти. Покажи, не задерживайся. Жорик, видимо, да? Не, Лёлик. Товарищи, не задерживайся. Куча народа. То есть просто полный пипец. Так. Вот и бармен. Здесь уже везде люди. Пережидают погоду. Точнее, непогоду. Вот. Осведомитель есть. А вот и он. Армен. Что за бред ты? Армен. Интересно. Видимо, разорвочек решил приколоться. Армен. Так. Ну что же. Где я могу найти учёных? Чё-то это громковато. Подожди, давайте потише сделаем. Музыку эту. Так. Продолжаем диалог. Сперва всё-таки поторгуем чуточек. И он тоже не покупает артефакты. Что ж такое за бармен такой? Ладно, попозже, видимо. Найдём другого человека, который купит. Где я могу найти учёных? В подвале. Иди сейчас направо, прямо. Снова направо и опять направо. Дальше поймёшь. Понятно. Работа. Иду за найти. Копыта кабана. Прочесать чистоту на заводе. Что ещё такое? Есть дело. Слышал от долговцев информацию, что на крыше старого завода на определённых частотах можно услышать странные радиопереговоры, непонятные группировки на непонятном языке. Какие-то сатанисты, что ли, на частоты должников покушаются. Ты сходи, возьми аппарат у фургона и иди на завод, сканируй, что надо. Ну, как тебе такое? Хорошо, попробую. Работа на бармена. Так, хорошо, ладно. Сперва всё-таки поищем учёных. Изменомитель есть. Информация. Ну-ка, вот. Вот, ПД, давайте продадим ему. КПК Пса. Так, секунду, передумали. Ну, что ж такое-то? А, вот, да, вот. Козловского. По рукам. Ещё давай, сапога. Тоже по рукам. И Васильева. Отлично, да, я понимаю. Получил кучу денег, а он получил кучу, видимо, какой-то информации. Очень полезной. Так, я, конечно же, уже забыл. Забыл, куда там идти. Направо, налево. Видимо, как-то так. Думаю, найдём. Найдём этих учёных. А может быть и нет. Проверим. Торговлю вижу впереди. Какие двери. Закрыты пока что. Ищем дальше. Ходы пути. Так, тут ничего нету. Особенного. Дальше идём. Навстречу с Каланчой. Может быть, сюда надо? Кто такой? Русик. Стоять! Бунгер учёных временно закрыт на карантин. Вход строго по пропускам. Я военный. Сахаров должен был сообщить им обо мне. А, так точно. Тогда проходите. Понял. Понял, не дурак. Проходим. И вот мы уже, видимо, около Каланчи. О, прям свет загорелся. Отлично. Люди экономят энергию. В это время. Суровое. Вот Новиков, видимо. Товарищ Новиков. Попозже с ним поговорим. Геркулесика возьмём. Давай же берем уже, потому что-то. Вот. Поближе подлезь и возьми. Отлично. Так, ну что же. Вот он, похоже, этот. Да, да, я слушаю. Герман. Ага, Герман. Учёный. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, почитаем, секунду. А, ну хорошо. Я ищу профессора Каланчу. Каланчу? К сожалению, сейчас у вас с ним не получится встретиться. Наш коллега вот уже больше года назад покинул нас. Причём без чего-либо ведомо. Просто взял, да и ушёл в ночи. А что вы хотели от него? Мне нужна информация о выбросах. А почему вы интересуетесь этим? Мне бы хотелось помочь науке в разгадке этих аномалий. Ну, я бы не сказал, что это очень уж прямо загадочное явление перед вами, молодой человек. Лежат и куда более перспективные направления в изучении зоны. Да, вам бы точно лучше всего подошёл бы Каланча. Он о выбросах знал всё. Слушайте, я могу сейчас проспрашивать местных, куда Каланча предположительно мог уйти. Обзвоню прямо всех. Но вы сделаете для меня тоже кое-что. Ну как? Ну и хорошо, что нужно сделать, говорите. А вот мы недавно отправили сталкера разведать дальнюю часть комплекса. Слышали там какой-то очень странный звук. Но вот от него уже больше часа нет никаких вестей. Можете вы сходить туда и разобраться. А я вам информацию в обмен на услугу. Ну как, идёт? Код от двери 9635. Ну хорошо. Хорошо, профессор. Очень странный звук. Выяснить источник шума. Попозже поговорим. Так, слушайте, у нас... У нас по-прежнему перегрузик. Это не очень хорошо. Надо как-то от него избавиться, я думаю. Ну-ка, торговля. И он тоже не покупает. Учёные не покупают артефакты. Это что ж такое? Что вы здесь делаете? Цель исследований. Что о зоне знаем? Вы давно в зоне. Очень ясно. Так, ну что же. Вот мы поговорили с этими замечательными учёными. Больше тут делать нам особо нечего. У Новикова можно немножко подремонтироваться. Чуточек сделать апгрейды. Больше он ничего не делает. Поэтому отсюда мы выходим. Вот, пока мы не идём по заданию учёных. Пока мы не идём. Я хочу всё-таки найти какого-нибудь торговца. Ему, во-первых, и товарища ремонтника. И уже сбыть ему эти наборы. Вот. Ну, грубо говоря, избавиться, в общем, от лишнего веса. Поэтому давайте поищем этих каких-нибудь людей. И продолжим уже именно у них. Выходим. Выходим из этого помещения. А что вот здесь? Ну-ка, ну-ка. Неужели тут кто-то живёт? В этом месте. Ну, я думаю, вряд ли. Тут никого. Выходим. А вот, смотри, какой-то барыга здесь. Тут у нас именно бар, а вот здесь вот именно барыга. Кто такой? Проверим. Ну, что же ты снова приволок, касакик? Показай. Какой-то Зоб. Ну-ка, ну-ка. Приветствую тебя, сталкер. Моя погремуха Зоб. Я местный торговец. Мои цены самые низкие в зоне. Хочешь товар по дешёвке? Иди сюда. Хочешь избавиться от ненужного хлама? Тоже ко мне. Прикинем на двоих. Только со всем металлолом не неси уже. Уважай себя и продавца. Хорошо. Кое-что себе. Тут куча всего, ребят. Читайте. Ты имеешь связи с бандитами? Вот такие замечательные связи. И о зоне. Замечательный рассказ. Вот. Это другое дело. Сейчас. Сейчас мы ничего, видимо, не продадим. Некоторые артефакты я уже продал просто обычным людям. Но, в принципе, особо, конечно, тоже, опять-таки, ни к чему. В принципе. Хотя можно, конечно, и оставить. Нет. Всё-таки мы идём к товарищу фургону. К товарищу фургону. И вот ему и отдадим эти наборы инструментов. А заодно ещё и обновим квестик. Который мы недавно взяли. Где-то вот он именно здесь живёт. Ага. Следует взять осциллограф у техника фургона. Для проведения замеров радиочастот. Ну-ка, мужик. Где ты здесь живёшь? Давайте доберёмся. Для товарища фургона. Похоже, вот именно здесь. Вот он. Где-то именно тут. Хаюшки. Вот и вон такой фургончик. С лицом что-то не очень у него похоже. Как будто на газете спал. Так. Ну ладно. Так или иначе. Так. Барм сказал, что ты дашь мне ссыллограф. Хотя вот давайте-ка попозже. Тяжеленная вещь. Не надо пока. Вот. Бери-ка. Найди, тащи сюда. Вот принесли. Для грубой. Отлично. И для тонкой. Превосходно. Вот ещё нужна калибровка. Пока мы не знаем, где её искать. И пока, в принципе, и не надо. Что тут? Модификация. Вот. Всё можно сделать. Отлично. Денег масса. И поэтому мы начинаем прокачку, я думаю. Всё. Прямо тут прокачаем у него. И попозже продолжим обязательно. Так. Ну что же. Вот закончили мы всю эту модификацию костюма и прочих вещей. Кое-что улучшили. Кое-что, может быть, даже починили. И теперь уже направляемся обратно в эту... Ну, как бы, во вход в это подземелье. А вот здесь вот, вот именно вот тут, мы можем найти парочку артефактов. Ну, нужно быть очень внимательным. Очень аккуратненьким, нужно быть. Нашли глаз. Ещё кое-что. Какой ужас. Вот, нашли мамины бусы. Проверим. Что по показателям этих бус. Какие они. Давайте аккуратно выйдем. Ужасно, прям ужасно. Кэшбарно. То есть, ну понятно, что... Масса к народу. И поэтому очень мало кислороду. То бишь, FPS бывает. Нужен мощный комп. Ага, пулисурка здесь тоже плюс 5. Как и здесь. Только здесь радиация плюс 2. А тут всего лишь плюс 1. Очень даже, знаете ли, неплохо. И мы, видимо, сейчас... Всё-таки... Поменяем. Уберём. А это повесим. Вот так. Отлично. Вот. Без записи, видимо, я сейчас куплю что-то у бармена. Потому что у меня вообще нет ни попить ничего. Что-то мы выложим, видимо, в ящичек. В какой-нибудь. И уже попозже продолжим. Прямо на входе в эту лабораторию. Или подземелье. Ну вот, добрались мы до этой двери. Набираем код. 9635. Отлично. Заходим. Сейчас будем проверять, что же здесь за очень странный звук. Кто же здесь живёт? Угу. Всё понятно. Объединили прямо массу локаций. Из обычных игр. Тут мы сейчас бродим как бы под... Железным лесом. Из зооприпяти. Всё закрыли прямо. Хорошо. Ничего не открывается. О, вижу уже кто-то тут погибший. Вот. Бедняга. Как же он здесь умер-то вообще? Никаких ходов, выходов. Кроме одного. Полтергай. Понятно. Мужик, ну я не понимаю, ты вообще как? Ты кто? Не убиваем их что ли или как? По тебе прямо попадаю. По верхушечке. Как надо. В чём проблема? Вот. Сейчас всё будет сделано. Ого. Да-да-да. Там жгёт нас прямо вовсю. Вот и всё. Завалили полтеров. Вот он, бедняга. Рядовой Зозо. Ха-ха. Ну, в принципе, можно всё взять и попозже всё это продать, я думаю. Вот так. Больше что делать, как мы видим, совершенно нечего. Выходим и продолжим уже у учёных. Кто у вас? Так, добрались мы до Германа, поговорим. В помещении были полтергайи. Удивительно. И что же они здесь забыли? Знаете ли, под нами расположен целый гигантский комплекс лаборатории. Чёрт его знает, что здесь производилось в советской деле после перестройки. Вчёное время. Вероятно, они оттуда к нам изобрели. Ну что же, как и обещал. Да-да-да, даю информацию. Подошёл нам прямо сзади Озёрский. Зачем-то. По последним сведениям коллега наш часто изрядно выпивал в баре. Вот аж как. Чего я категорически не приветствую, тем более в рабочее время. Выпивал он и перед тем, как у тебя своясь. Ну и как мне его-то найти? Отправляйтесь к бармену. Всё остальное узнаете у него. Вот видите, как элементарно всё, кажется, было. Нужно было просто обратиться именно к бармену. Ещё работа. Тут рядом с входом в бар вы наверняка могли видеть ангар, который полностью зарос странными растениями, которые по непонятным для нас причинам рождают новые аномалии. Вы хотите, чтобы я добыл вам образец? Именно так. Сделайте это, когда выпадет свободная минутка. Ну хорошо, я выберусь. Точнее, я выберусь. Видимо, всё-таки выберу минутку. Найду минутку и сделаю. Добыть аномальное растение. Давайте добудем попозже. Красная кнопка. Ну что же, выходим. Выходим и идём к товарищу бармену. Так, вот он, замечательный бармен. Поговорим. Ну-ка, ну-ка. А вот смотрите-ка, ты не знаешь, где можно найти инструменты? Долго, в сожалению, не слили фургоны. Что-то вроде обронили в кабину, какие-то фуры. А, ну это мы уже нашли. Это мы уже нашли. Как же это надо нести их, чтобы обронить прямо в кабину? Умуть непостижимо, да. Это точно. Так, хорошо. Слушай, а не появлялся ли здесь профессор Каланча? Да, появлялся. Герман меня уже спрашивал о нём по твоей просьбе. За твоей спиной у стены уже радый штык сидит. Вот он его частый собутыльник. Выпивал даже перед последним его отходом. Попробуем разговаривать с его, что ли. Ну, давайте попробуем. Ещё работа. Вот по-прежнему, видите, копыт и медуза. Кому это надо вообще? Так, вот он. Собутыльник. Ну, видимо, нужна водка будет нам, скорее всего. Тебе чё надо? Оклемался? В состоянии говорить? А чё я? Я трезвый. По тебе видно. Так в состоянии говорить-то вообще? Ну? Ты пил с Каланчой более года назад. Не знаешь, куда он мог подеваться? Ты, парень, чё мелешь? Не-не, не помню. В горле очень сухо. Не могу говорить. Подтопи, а. Ну, вот тебе бутылка. О, это чистый пацан. Нормалец. Сейчас накатим. Наливай. Я не буду пить. С тебя обещана информация про офицера Каланчи. А, ну да, да. Он, короче, мы с ним к реша были. Что надо, друг отличный. Вот тут чё-то он ушёл уже давно. К этим ушёл. К свободовцам. Не знаю, что стало там с ним. Надеюсь, встретите уже ещё. И увидеть, как прежде. Ну, спасибо тебе. Вот видите, ушёл он к свободе. Вот мы узнали, видимо, что-то. Поговорить. Да. Отлично. За общее дело. Так, ну что же. Я не сказал, что Каланча ушёл к свободе. Это тебе на армейские склады топать. Там они поселились. Я думаю, дорогу туда сам найдёшь. Ну, всё понятно. Мать порядка. Мать порядка. Попозже отправимся. Но это, видимо, будет очень попозже. Потому что тут куча, видимо, будет заданий в этом баре. Мне удалось выяснить, что профессор Каланча покинул территорию завода через армейские склады. Свободовцы могут рассказать мне больше информации об учёным. Отлично. Попозже пойдём. На эти склады. Ну, а теперь давайте всё-таки возьмём, продолжим задание вот этого фургона. Возьмём у него целограф и проверим. Да, вот ещё и Герман просил. Точно. А то я уже немножко подзабыл. Взять в ангаре растеницы. Давайте его тоже возьмём. Так, вот, вышли мы. Вышли. На улице уже вечерейт. Отличные вороны летают. И вот где-то здесь, по идее, тот самый образец. Попробуем его добыть. В этом аномальном ангаре. Ну-ка, ну-ка. Где-то вот тут кто-то есть. Осторожнее. Вот он. Ну что, нашли попозже. Попозже доставим. Всё, это будет нормуль. Без каких-либо проблем. Так, к фургону. К товарищу фургону. Бежим, летим. За осциллокрафом. А это кто такой? Ну-ка. Почему в одиночке сидишь? Точнее, не в одиночке, а в одиночку. Ну-ка, делаем. Каланчан, это мы уже, в принципе, узнали. Тут тоже без понятия. Если что, можно обвиняться и найти вот ту самую медузу. Этому бармену. Ну, пока не надо, ладно. Уходим от него. И вот он, фургон. А, привет. О, здорово. Так, а что ты посижу, мы сделаем? Давайте погромче опять. Вот. Так. Бармен сказал, что ты дашь мне осциллограф для задания. Да, вот, держи. Как пользоваться, сам поймешь, я думаю. Как закончишь свои эксперименты, не поленись вернуть. Уж очень он старенький, но мне еще нужен. Отлично. Взяли мы этот осциллограф. Ну-ка, проверка веса. А, ну, видите, я, кстати, так думал, что, мало ли, может быть, он будет уменьшен по весу для удобства прохождения мода. Так и есть. Ну, и где же тут устанавливать надо его? Вот, прибор получили. Теперь следует отправиться в подходящее место и провести замеры осциллографом. Да, у нас тоже огромная ответственность в этом задании. О, неужели мы отправляемся прямо в этот дом какой-то? Любопытно. И как же нам туда попасть? В этот отличный дом. Давайте попробуем найти путь. Найти путь в этот дом. Ммм, похоже, вот он. А вдруг тут кто-нибудь есть? Кхм-кхм. Какой-нибудь ужасный мутант. Будем наготове, если что. На нас лежит огромная ответственность. Защитите его. Так, вот она, лестинка какая-то. Очень подозрительная. Это все не то. А, вот, видимо, вот тут именно надо. Нет, еще выше, еще выше. Все выше и выше, и выше. Куда что-то уже выше-то, мужик? Вот же лестинка, вот же она. Вот же лестинка. Сейчас залезем, я думаю. Мы пытаемся где-то в другого совершенно месте лезть. Отлично. Всякие двери. Не открывающиеся. Вон, залезаем повыше. Сейчас будем замерять. Кхм-кхм. Кхм-кхм. Вот в этом месте. Так, калибровка. Давай, калибруй. Все, это мы уже проходили в моде Путь во мгле. Прям те же прям показатели. Так. Устанавливаем. Применяем. Следующее. Пишем. Не надо пикать. 50. Установили. Применили. Вот такой сигнал. Все, можно закрывать, по идее. Стоп. Вот так. Вернулся прибор. Ну и что же мы тут выяснили-то? Посчитаем. Это не то. Так, ну где же здесь? Вот. А, ну в принципе особо-то ничего. Особо-то ничего. Следует вернуть технику. Вернем. Да-да. Продолжим уже прямо у него. Так, вот и мы. Возвращаем. Вот твой прибор. Спасибо тебе. А в целости и сохранности? Ну тогда тебе тоже спасибо. Ха-ха. Хорошо. Тут пока ничего. Вопросы. Что ты умеешь делать? Расскажи о себе чего-нибудь. Масса всего. Козелок у него в порядке. Это хорошо. И что-нибудь еще интересное? Вот такой просекту грех. Отлично. Ну ладно. Тут мы все... Да, тут мы все выполнили. И теперь товарищу бармену. За наградой. Продолжим у него. Так, жилища. Добрались. Так, вот по поводу задания. Какого? А вот прочитать часату на заводе. Отлично. Вот твой гонорар. Получили 4000 препаратов и аптечки. Ну что, в принципе, особо тут больше делать нечего. Может, конечно, было взять еще и медузу и копыта кабана. Ну это потом как-нибудь, я думаю. Медузу я уже показал, где можно найти, в принципе. А кабана, ну тоже, я думаю. Думаю, что каждый, в принципе, знает, где его найти. Этого кабана. Именно в зоне. Ну и давайте теперь вернемся к товарищу Герману. Отдадим растенице. Ну-ка, ну-ка. Товарищ Герман. Вот принесли мы тебе растения. Очень рад слышать. Давайте скорее сюда. Вот ваша награда, молодой человек. 2000 рублей. Смотрите, еще работа есть. Мы заинтересованы в изучении аномальных образований в пределах этого заводского комплекса. Ну и что нужно сделать, говори. Возьмите у Новикова несколько сканеров и разместите их на базе долга, возле электрической аномалии. И в том самом ангаре, в котором вы нашли аномальные растения. Ну хорошо. Хорошо. Давайте возьмем сканеры. Да, такой вот мужик Новиков. Нормалек. Давай. Мне сканеры. Вот, все верно, держи их. Смотри, не сломай. Аппаратура не дешевая. Ну хорошо. Перегрузика нету. Отлично. Продолжим в местах установки. Какой ужас, прямо электрическая дыра. Так, ну что же, находимся мы около, прямо, можно сказать, штаба. Около штаба долга. Вот в этом месте мы должны будем установить первый сканер. Так, тут ничего особенного нету. В принципе, бывай. Заходим в домик. Вот, Воронин есть, например. Попозже пообщаемся. Еще какие-то всякие. Кто такой? Павлов с аптечкой. Кровосос с Иванцовым, видимо. Да. Ну, а где же аномалия? А, он где-то здесь. Вон где-то тут прямо аномалия. В этом ужасном месте. Вот так. Ну и следующий сканер поставим уже именно прямо вот в этом ангаре. Но перед этим давайте все-таки пообщаемся, видимо, с кем-то. В этом месте. Сможем отсюда выйти? Вроде бы сможем, да. Нормально. То есть, ну, куча людей все-таки. Куча людей. Конечно, мы сейчас уже скоро север закончим. Несомненно. Масса народу в этом месте. Он кто-то скучает. О, здорово! Рядовой Бомаев. Ничего любопытного. В принципе. Время дорого. Рассказывай. Да-да. Так, Иванцов. Снова кому-то от меня что-то нужно. Ну и денек. Денек. А что у тебя за спиной-то, бутылка? Коньяк или что, что-то там такое. Ну, тут, видите, только вопросы. Только вопросы. И особо больше ничего. Быстрее давай, я занят. Нашел время спрашивать. Комендант, долго я. Слежу за порядком и дисциплиной. И что, вот такие вот болтуны по базе не шастали? Что думаешь о долге? Так, расскажи себе что-нибудь еще тоже. Все-то понятно. Ну, ладно. Тут особо делать нечего. Ну, не дадут отдохнуть. Все ходят и ходят. А, ну это медик. Прямо как медом тут намазан. Смотри, как он прямо медик. Практически скляга. В очках. Так, тоже ничего особенного. Просто можно что-то узнать. А смотрите-ка, вот что-то такое. Получили в комбезон наемника. Зачем? Ты всегда такой угрюмый. А тебе что-то не нравится? Кто еще тебя обеспечит бесплатной медициной? А себе? А долге? А зачем мы получили в комбезон? Что-то не понял. Похоже, какой-то то ли бачок, то ли еще что-то. Помощь. Оторвовля. Такая вот у него. Очень подозрительно. Зачем нам выдали комбезон наемника? Че стоишь? Выкладывай, зачем пришел? Так, у Воронина там квест. У товарища Воронина квест на армейских складах. Поэтому попозже мы не будем пока с ним говорить. Отличные вороны летят вечером. Вот. Поэтому мы подходим уже прямо к этому ангару. И устанавливаем второй сканер. Осторожнее. Не забываем прожарки. В этом месте. Иначе хорошенько уже нас именно прожарят. Осторожнее. Идем. Вот именно тут. Отлично. Ну все. Сканеры установлены. Идем обратно к ученым. Продолжим у них. И вот мы снова находимся уже в гостях у ученых. А, подходите. Ну-ка, ну-ка. Что у вас? Сейчас возьмем его, пока никто не видит. Так вот. Отлично. Поговорим. Погоди. Я расставил сканеры. Благодарю вас, молодой человек. Вот ваша награда. Получили мы 3000 рублей. А может быть вам еще чем-нибудь помочь? Это прекрасно, что вы вновь готовы помочь науке. Сразу к делу. Насильно заботит подземный научный комплекс с кодовым названием X19. Расположен прямо под заводом Росток. Вы представьте себе. Большое количество интеронтной документации прямо у нас под носом. А послать хорошо экипированного человека прямо туда сейчас возможности нету. Может быть вы решитесь на такой рискованный шаг? Конечно. Просто прекрасно. Держите ключ от двери. Мужик. Не отвлекай. Учтите, в этой лаборатории велись крупные исследования по изучению воздействия пси-поля. Поэтому будет рационально приобрести внушительное количество препаратов и снаряжение привести в боевую готовность. Хорошо. Ну что же. Вот получили мы такое задание на посещение подземной лаборатории. Вот. Но давайте в нее отправимся уже в следующей серии. Эту я заканчиваю. Не забывайте про ваш лайк. Комментируйте. И подписывайтесь на мой канал, если не хотите пропустить следующее видео на моем канале. Всем пока. Всего вам хорошего. Увидимся в новых видео. Всем пока.